Коллеги, здравствуйте! Хочу вам рассказать сегодня про построение ситуационно-аналитической системы на базе единой информационной модели. Компания Monitor Electric уже более 20 лет занимается автоматизацией процессов оперативно-технологического диспетчерского управления. И последние 5 лет мы активно стали решать вопросы автоматизации процессов ситуационного управления. Это связано с тем, что ситуационное управление неразрывно связано с оперативно-технологическим. Так как в рамках ситуационного управления принятие управленческих решений, она, как правило, основывается на информации оперативной, которая может поступать от СКАДы, а на информации о располагаемых ресурсах, прогнозах последствий, которые могут быть получены в рамках оперативно-технологического управления. И получается, данная автоматизированная система, она нацелена на поддержку принятия решений руководителями в условиях возникновения технологических нарушений, аварийных ситуаций на таких предприятиях, как электросетевых, генерирующих, промышленных, энергосбытовых предприятиях. Если кратко в четырех словах сказать все-таки о предмете, об области использования данной системы, то это сбор, обработка данных, это оповещение и отчетность. А давайте заглянем и посмотрим, что происходит внутри самой системы. Там может быть какой-то вжух и магия, или все-таки нужно там поработать? Я отвечу вам, поработать все-таки нужно, но немного меньше по сравнению с тем, что было раньше. А ответ простой, почему меньше? Потому что автоматизированная система для ситуационного центра, она подобна зонтику, собирает все данные из автоматизированных систем, которые находятся в зоне ее охвата. То есть это могут быть автоматизированные системы на объекте управления, такие как SCADA, оперативная документация, это может быть система управления отключениями. Также система может собирать данные из корпоративных систем, например, система управления заявками, техобслуживания и ремонты. И вот эти все информационные потоки, которые возникают между системой для SCADA и источниками данных, они строятся с учетом профиля информационного обмена, которые в некоторых случаях стандартизированы, а в некоторых случаях еще требуют стандартизации. Об этом немного позже я расскажу. В настоящее время в большинстве компаний отсутствуют такие зонтики и, соответственно, нагрузка ложится по вводу данных на оперативный персонал, на оперативных дежурных ситуационного центра, на диспетчеров, которые вынуждены вводить данные в несколько автоматизированных систем. Причем ввод данных осуществляется порой в разных интерпретациях, иногда в минимально достаточном, иногда в избыточном виде для того, чтобы подготовить информацию для лиц, принимающих решения. И, соответственно, эта информация доступна уже конечным пользователям с помощью разных средств визуализации. Это отчеты, сводки разного вида, это дашборды, это ГИС-системы, которые должны отображать данные, которые, соответственно, подготовила система. Очень часто в таких системах, соответственно, снижается доступ к данным у руководителям, возникает потеря актуальности этих данных и могут появляться риски недостоверности этих данных. Так, как же правильно спроектировать и построить вот такую замечательную систему ситуационного центра? Соответственно, в поисках ответа и решения вопросов отказа от дублирования ввода данных, предоставления оперативной, актуальной информации руководителям, достоверной информации, мы для себя поставили цель создать не очередную какую-то информационную систему, а создать умную систему, такую систему, чтобы она была настроена и адаптирована под производственные процессы каждого заказчика в рамках оперативно-технологического и ситуационного управления. Соответственно, чтобы эта система была подобна системе «Умный дом», когда вот она есть и с ней, соответственно, жизнь становится более комфортной, более удобной. Так вот, для построения такой системы мы определили для себя шесть принципов основных. А вообще, знаете, что цифра 6, она в нумерологии имеет разные характеристики описания. Например, для китайцев цифра 6 – это шестое чувство, то есть она характеризует и символизирует шестое чувство – ум. Вот поэтому мы строим с вами умную систему, которая, значит, должна обеспечить автоматическую регистрацию сведения о событиях на контролируемых объектах, обеспечить однократный ввод информации о событиях персонала, коллективную работу специалистов при анализе ситуаций, синхронизацию информационных моделей между всеми участниками обмена в соответствии с ГОСТ, объединение смежных центров ситуационного управления в биографические структуры и распределенное хранение данных в источниках их возникновения. Последний принцип, он реализуем только в случае, когда определены правила информационного обмена. Вот такие правила, они сейчас не определены в части нормативно-справочной информации, которая используется в системах учета и расследования аварий, и она формируется независимо в каждой системе и далее, получается, включает набор справочников и классификаторов, используемых для сбора и обработки этой информации об аварийных и нештатных ситуациях и подготовки как внутренней, так и внешней отчетности. А вообще, что такое отчетность в каждой компании? Я считаю, ее можно сравнить с меню в ресторане. Когда мы приходим, у нас есть много разных блюд, и мы выбираем себе одно или несколько блюд в зависимости от своего вкуса или в зависимости от степени голода. А далее что? Далее задача шеф-повара. Он должен найти рецепт, ингредиенты, он должен найти средства приготовления этого блюда, оформить это, подать своевременно. Так и у нас получается в ситуационном управлении. Мы должны с вами определить, кто хочет получить наши отчеты, соответственно, объем данных, который должен лежать в этих отчетах, определить средства и правила обработки этих данных. И, соответственно, скорость предоставления этих данных. Так вот, получается, гармонизация и стандартизация нормативно-справочной информации, она позволит нам переложить решение вот этих всех задач, ну или частично переложить, на автоматизированную систему, которая, зная, по сути, рецепт, из источников получит нужные ингредиенты, далее своими средствами обработки данных проанализирует, подготовит их, и поможет шеф-повару приготовить одно, а может быть, несколько блюд, которые будут именно, значит, которые понравятся каждому из нас с вами. Текущий уровень автоматизации, он приводит к лавинообразному поступлению ситуационной информации, и в таких условиях решающим фактором является, решающим фактором эффективной работы центра управления или ситуационного центра, является борьба с временем, которое тратится на подготовку вот этой отчетности, которая нужна лицам, принимающих решения. И это может быть достигнуто, значит, за счет модернизации систем, которые отвечают за информационные потоки, и средств обработки. Соответственно, мы должны реализовать автоматическую регистрацию значимой информации о событии для ситуационного анализа, мы должны реализовать автоматическую формализацию данных, в том числе с применением средств искусственного интеллекта и машинного обучения. И, подводя итог, хочется сказать, что в настоящее время СИМ уже позволил с текущим уровнем автоматизации оперативно-технологического управления поставить и развернуть вот такую систему для ситуационных центров, как зонтичную систему. А при решении задач гармонизации и стандартизации НСИИ, это обеспечит также согласованность и совместимость данных между всеми системами, которые участвуют в обмене этими данными, и, соответственно, сократит время на подготовку данных персоналам как ситуационного центра, так и центра управления и для лиц, принимающих решения. Если проводить аналогию вот с тем рестораном и с тем меню, про которое я говорила ранее, то можно сказать, что каждый из нас, когда приходит в ресторан, он является не только посетителем, он является потребителем. Так вот, каждый из нас хочет получить в итоге своевременный заказ, он хочет получить безопасный для здоровья, качественный заказ, ну и, конечно, вкусный. Так, предлагаю вместе давайте строить вот такие вкусные автоматизированные системы для ситуационного центра, для центра управления на базе единой информационной модели. Коллеги, у меня все, спасибо.